Все любители астрономии знают, что в направлении на созвездие Стрельца находится центр нашей галактики, обернутый в плотные скопления пыли. Эта пыль совершенно забивает мощный свет, исходящий из центра. И, наверное, это хорошо, потому как в противном случае на нашем небе было бы не два ярких источника света – Солнце, Луна, а целых три. Когда ночью центр появлялся бы над горизонтом, все на Земле отбрасывало бы резкие тени, почти как днем. Влюбленным – это хорошо, а вот астрономам – не очень. В таком свете разглядеть во тьме далекие галактики – серьезная проблема. С другой стороны, ученым, которые занимаются как раз центральным утолщением самой галактики и особенно сверхмассивной черной дырой в ее центре, эта пыль досаждает как никому другому. Но в сороковые годы 20 века Уолтер Боаде при помощи знаменитого 100-дюймового телескопа Хукера обсерватории Маунт-Вилсон вдруг обнаружил небольшой участок в ярком свете Млечного Пути в Стрельце, где не было столько пыли и где можно было бы достаточно комфортно изучать звезды центрального утолщения. Этот относительно чистый участок неправильной формы расположен вокруг шарового скопления NGC 6522 и представляет собой настоящее окно в центр нашей галактики. Теперь окно Боаде и 5 других подобных, хотя и меньших, форточек помогают современным астрономам изучать внутреннюю структуру центрального утолщения, а недавно у звезд центрального утолщения, в том числе у некоторых находящихся в окне Боаде, даже были найдены свои экзопланеты. Как вы думаете, можно сказать, что Уолтер Боаде прорубил окно в центр галактики? В окне Боаде есть звезда одна, чей свет меняет яркость регулярно, и рядом с ней планета не видна, и спектр звезды той выглядит так странно, сквозь пыль галактики разверзлась вдруг окно, центр дома звездного нам поднеся на блюде, и смотрят инопланетяне в нем кино о том, как ищут звезды в окнах люди.